17 февраля, пятница, благоприятный день для начинания и старта новых проектов, финансовых операций, путешествий и посадок. Дизайн человека дает такой посыл, душевное спокойствие, признать, что превратности судьбы обогащают жизнь, балансировать между двумя состояниями, в одном вы растете, в другом отдаетесь на милость природы, срединный путь, где надо напрячься, где надо расслабиться. 18. Самообладание, ясное сознание, если четко выполнять обязательства, можно избежать крайностей, собственный внутренний распорядок в ритме вселенной. Вы можете справиться с бурей эмоций, когда усмирите свои импульсивные наклонности. Вы используете воображение, чтобы выйти из кризисной ситуации и помочь окружающим. В целом двойное манифестирование, что говорит об огромной силе, которую важно применить, чтобы она не превратилась в самоедство или агрессию. Проявляйте харизму и не замалчивайте обиды, говорите сразу как есть, желательно правду. Энергия революции и сострадания, забота и желание быть хорошим мужем или хорошей женой, как тема азарта, победить ради отношений. И это пятница, день Венеры, день удовольствия, когда важно уделить себе хотя бы 30 минут на свою красоту, внешность или на какое-то занятие для вашей души. Очень хорошо, когда по пятницам мужчина дарит подарок своей женщине или, например, устраивает ей романтический ужин. Независимо от того, мужчина вы или женщина, делайте комплименты женщинам, делитесь энергетикой удовольствия, подчеркивайте то, что вам нравится. Все проявления красоты и гармонии находят в этот день свою поддержку и развитие. Следите за тем, что вы кушаете, потому что все, что мы едим, сказывается на нашем организме, самочувствии, теле и нашей красоте. Поэтому не переедайте и не балуйте себя какими-то вредностями. Но побаловать себя подарком можно или купить то, что вы давно хотели, но экономили. Сходите на массаж или сделайте маску для лица или для волос, красиво оденьтесь, грубо говоря, повяжите бантик. Для девочек платье просто must have. Хороший день для занятия творчеством. Можно рисовать, вышивать, петь, танцевать, все, что вам придет в голову. Но у каждого есть какой-то талант и очень важно его развивать. И именно в пятницу давать ему волю. Если вы любите петь, пойте в душе или найдите на ютубе какой-нибудь караоке или вообще сходите в караоке, например. Или сходите в театр или посмотрите какой-то красивый фильм. Или себя окружите какой-то красотой. Занятия сейчас очень много можно придумать и даже не важно, нужно за них платить или нет. Концентрируйтесь на мелочах, находя в них романтику. Кушайте кислые и сладкие фрукты, ягоды и бобы. Это улучшает наше пищеварение. Бобы очень хорошо влияют на почки, а венера отвечает за мощь в половую сферу. В этот день можно осуществлять лечение, косметические процедуры, стричься, готовить еду, сшить одежду и надевать украшения. Сделки, договора, совещания, торговлю, переезды, переселения, садовую работу. Все, что связано с приготовлением еды, можно наметить на пятницу. Использование трав, оказывающих тонизирующее действие, помогает гармонизировать венеру. Одна из самых хороших – это шатавари, а также алоэ и листья малины. Посещайте культурные мероприятия, ходите на свидания или принимайте гостей у себя дома. На этот день можно назначать свадебные церемонии, но мы будем смотреть полностью. День – проявляйте знаки внимания и заботы к любимым. Расслабьтесь и свободно выражайте свои чувства. Зажигайте свечи, фонарики, впустите волшебство в свою жизнь. Ухаживайте за цветущими деревьями и благоухающими цветами. В этот день очень хорошо, если мужчина дарит женщине цветы. Венера находится в 36.4, возможны эмоциональные качели в семье. Следуйте за внутренним светом в любых ситуациях и можете ответить себе на вопрос, способны ли в критической ситуации вы разобраться в себе. И мы стремимся к самым позитивным энергиям Венеры. Это чувствительность, утонченность, любовь без привязанности, контроль речи, мягкая теплая речь, скромность и застенчивость, нежная харизма, обаяние, доброта, умение прощать, умение создавать особую атмосферу, теплый семейный очаг. 27 лунные сутки при этом у нас и символ этого дня – трезубец, жезл, корабль. И мы в поиске. Откройте свой канал связи с Богом. Это день обострения интуиции, открытий, прозрений, можно искать новые идеи или выход из трудной ситуации. Можно получать любые новые знания, все будет успешно. Можно заниматься ченнелингом и целительскими практиками. Может ярко проявиться целительский дар, а также способности к ясновидению и другим способам получения информации, без участия органов чувств. От суеты и повседневных проблем лучше отстраниться? Тогда точка доступа к интуитивным знаниям будет ничем не перекрыта. Также в этот день хорошо принимать водные процедуры и заряжать воду для целительства и лечиться такой водой. Повседневные бытовые проблемы лучше отложить, потому что будет достаточно сложно их сделать. Лучше подумайте о духовных потребностях, о том, как лучше их удовлетворить. Душе нужна пища, без которой она может голодать и страдать. И каждый человек может найти что-то свое для удовлетворения такого голода. Это может быть общение с природой, чтение книг, занятие искусством, посещение концерта, выставки или путешествия. Универсальное средство – это медитация, молитва или мантра. Все практики направлены на усиление контакта с собственным духом. Но наша душа доставляет удовольствие и вполне земные дела, например, выращивание цветов, чтение книг, танцы, игры, занятия с детьми, прогулки, плавания, любые творческие виды деятельности. Обязательно уделите внимание в этот день таким занятиям, и вы почувствуете прилив сил и хорошего настроения. Активный период достаточно благоприятный для многих видов деятельности, особенно для морских путешествий. Получение сокровенных знаний и тайных умений, потому что связан с энергией Нептуна. Также можно писать стихи. Старайтесь не зацикливаться на конкретных бытовых проблемах. Общение будет полезным, если вы встретитесь с людьми, которые близки вам по духу и образу мыслей, или тех, кто обладает тем опытом, который вам необходим. День осознанного восприятия информации. Музыка принесет гораздо больше пользы, чем телевизор или радио, потому что она очень сильно действует на энергетические центры. И от того, какую именно мелодию вы выберете, для этого дня будет зависеть ваше состояние. Можно даже использовать тибетские чаши. Луна у нас в созвездиях Пурвашатха и Утарашатха, что означает война и победа. Сначала первая победа, а потом окончательная, относительно того, над чем именно вы работаете. В первой половине дня благоприятно все, что связано с противоборством, но приводящее к примирению и прощению. Решение задач, которые требуют храбрости, занятия сильной позиции, улаживание долговых дел. Если нужно закрыть кредит, это очень хорошее время. Вдохновение, побуждение других к действиям на любом уровне, ментальном, духовном, эмоциональном, физическом. Приключения, включающие в себя исследования природы и занятия спорта, путешествия по воде, посещение мест, связанных с водой, деятельность, связанная с лошадьми, сельскохозяйственные работы, актерская игра, украшение себя или своего окружения, посещение древних мест, музеев, приобретение духовных знаний. Все виды деятельности, связанные со стратегией, воздушными профессиями, например, парашют или перелет. Работа с жидкостями, преподавание, проповедничество, дизайн одежды, косметология, прическа, сфера развлечений, травоведение. Можно немного передохнуть и подчеркнуть результаты предыдущих событий. В принципе, и стремление наслаждаться и расслабиться после того, как окончена какая-то работа. Во второй половине дня, уже ближе к вечеру, ну, Тарышатха одна из лучших, Накшатр, для начала любого вида деятельности. Благоприятно планировать или составлять первоначальные планы каких-то дел, наведение порядка в делах, взаимодействие с какими-то авторитетными личностями, в том числе политическими или юридическими. Все дела, связанные с бизнесом, подписание контрактов, действия, требующие большой проницательности и правильных суждений, закладка фундамента, в том числе своего успеха, заселение в новое жилище, духовные, религиозные действия, творческая деятельность, сопряженная определенным риском и новаторством, а также благоприятное заключение брака и сексуальная активность. И настрой на день, я освобождаюсь от стремления к эксцессам и к неразумному риску. Я расставюсь с привычкой быть всегда правым и знать ответы на все вопросы. Моя душа открыта всему, что может помочь моему развитию. Я радуюсь тому, что умею проникать в сложнейшие комплексы идей. Мой ум и мой дух находятся в постоянном развитии. Я желаю, чтобы этот день прошел у вас в радости, легкости и великолепии. Не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал. И если у вас есть желание, вы можете оставить комментарий о том, как у вас прошел этот день, какие победы у вас свершились. Субтитры создавал DimaTorzok